Здравствуйте, я Андрей Зайцев, врач-отоларинголог. Вы стали обращать внимание, что ваш ребенок плохо реагирует на звуки, не повторяет слова или произносит их с ошибками, использует жесты для выражения своих потребностей. В таком случае вам нужно как можно раньше обратиться к врачу-сурдологу для комплексного обследования слуха. По данным статистики значительное нарушение слуха встречается у двух-трех детей на тысячу новорожденных. Еще 3-4 ребенка имеют умеренное снижение слуха. Через год эта цифра удваивается. Особенно внимательно нужно быть к детям, которые находились в отделениях реанимации интенсивной терапии, так как нарушения слуха встречаются у них в 10 раз чаще. Факторами риска нарушения слуха новорожденных являются наследственность, генетические нарушения, недоношенность, низкий вес при рождении менее полутора килограмм, пребывание в палате интенсивной терапии новорожденных более 5 суток, длительная искусственная вентиляция легких, применение ототоксических антибиотиков из группы аминогликозидов, дефекты головы, лица, ушной раковины или слухового прохода, перенесенный бактериальный менингит и асфиксия, гипоксические поражения центральной нервной системы. Причины нарушения слуха очень разнообразны. Это может быть безобидная серная пробка, это может быть поражение среднего уха, эксудативный отит, которое может быть осложнением аденоидов. В этом случае вовремя начатое лечение полностью предотвратит возможные осложнения. Но это может быть и тяжелое нарушение спирального органа, который находится в улитке. К сожалению, это часто встречаемое и очень серьезное нарушение слуха, которое трудно поддается лечению. Современное оборудование позволяет выявить нарушение слуха еще в роддоме. Однако это делается далеко не везде. По данным зарубежных исследований, средний возраст ребенка, в котором выявляется врожденную тугоухость при отсутствии аудиологического скрининга новорожденного, составляет 1,5-2,5 года. Причем это касается только тяжелых двусторонних нарушений слухового анализатора. Исследование слуха этим методом длится около 1 минуты и может являться скрининговым для определения нарушения слуха. Наиболее объективным методом является регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. Они являются результатом электрофизиологической активности внутренних волосковых клеток улитки внутреннего уха, слухового нерва и ствола головного мозга в ответ на звуковой стимул. Каждый из этих методов исследуют различные отделы слуховой системы, поэтому они должны выполняться в комплексе. Есть и субъективные методы исследования слуха. Это оценка поведенческих реакций ребенка и игровая аудиометрия. Однако тональную аудиометрию лучше проводить после 5 лет, так как в более раннем возрасте ее достоверность значительно ниже. Таким образом, в случае задержки речевого развития, а также при подозрении на снижение слуха у ребенка нужно как можно раньше обратиться к врачу-сурдолога для полного комплексного обследования слуха. Современные методы позволяют объективно оценить слух у ребенка любого возраста. Чем раньше будут обнаружены дефекты слуха, тем быстрее можно начать лечение и соответствующую коррекционную работу с малышом. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал Медассистент, ставьте лайк, жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok